И ребят, всем привет! Сегодня у нас наконец такой какой стори тайм про странных людей, которые мне когда-либо писали. Вообще в целом можно было бы отнести эту категорию стори тайма в целом про блогерство, потому что на самом деле много кто из блогеров эту тему не поднимает. Хотя я уверена до 100% что у них были такие истории, у них были такие ситуации. Ну просто знаете, как-то неправильно возможно про это рассказывать, так все думают, типа хочется быть тем самым крутым человеком в чьих-то глазах, типа вот блогеры это круто, у них все хорошо, но зачастую это не всегда так. Я бы даже сказала, что быть блогером это нести какую-то ответственность за людей и отчасти иногда это выливается в такие ситуации, о которых я сегодня поговорю. Дело в том, что когда ты хоть немного известный человек, хоть чуть-чуть, даже если у тебя тысяч пять на канале, инсте или вк, тебе будут писать люди по любой фигне. Это неизбежно, это всегда будет. Чаще это какие-то вопросы, либо просто приятные слова, ну либо же просьбы рассказать о чем-то, сделать видео на какую-то тему, например. Иногда бывает пишут и хейтеры, куда же без них. Ну и конечно люди, которые просто хотят с тобой дружить. Опять же, это неплохо, но вы должны сами понимать, что таких людей просто очень много. И человек физически не может уже столько дружить со всеми, о чем я всегда вежливо сообщаю. И вроде как обычно проблем с таким не бывает, ну или не должно быть. Пару раз мне писали люди, которые посмотрели несколько моих роликов или стримов и думали, что вот они уже знают меня. И они очень сильно обижались, когда я оказывалась совсем не таким человеком. Сегодня у нас история как раз про фанатку в кавычках, которая писала мне где-то полгода назад. И я уже рассказала про свою безумную фанатку, можете кстати посмотреть этот ролик, если вы его не видели. Но дело в том, что та история произошла до того, как я решила влиться в художественной комьюнити и пилить ролики на ютуб. А вот эта произошла, можно сказать, недавно. Я конечно подождала какое-то время, подумала над произошедшим, проанализировала как-то, ну а теперь готова с вами поделиться всей этой историей. Итак, как я уже говорила, мне много кто и часто пишет, так что когда мне вновь написали с предложением о дружбе, я не очень-то сильно и удивилась. Ответила правду, что вот у меня нет времени и я пока не нуждаюсь в друзьях, но спасибо большое за предложение. Человек мастерски запарировал мой ответ, сказав, что посмотрел мой ролик, где я рассказывала, что я интроверт и у меня мало друзей. И что вот мне не хватает общения. И он такой классный спаситель прибежал ко мне, хочет мне с этим помочь. Сразу скажу, ребят, что у меня действительно до сих пор мало друзей, хотя ролик уже столько месяцев, но это не было призывом или просьбой о помощи или вот чем-то таким. Я там сказала, что мне бывает не хватает общения, это правда, забыв упомянуть, что речь идет про конкретных людей. Естественно, это только мой косяк, я не виню ни этого человека в том, что он мне написал, ни других, которые мне тоже писали из этого ролика. Я думаю, у каждого из нас есть свой особенный человек, с которым вы бы хотели общаться как можно больше, но иногда просто не получается и создается ощущение пустоты внутри, что ли. Ну, в общем, это моя ситуация. А закрывать пустоту всем, чем попало и пользоваться другими людьми ради собственной выгоды я просто не хочу. Как-то это неправильно пытаться заменить одного человека другим. Ну, не знаю. В любом случае, та девочка очень сильно настаивала, говорила, что хочет помочь и готова выслушивать мои проблемы хоть каждый день. И даже после второго моего отказа она не сдалась. Она мне написала на следующий день, спросив, можно ли ей хотя бы иногда, хотя бы раз в пару дней писать немного. Вдруг у нас сойдутся интересы и мы все-таки сможем законтачиться. Я в целом не против новых лиц, да и тут так настойчиво писали, что я на самом деле согласилась. Но я уточнила, что у меня много работы и я не буду всегда отвечать на сообщения, да и вообще я как бы не даю гарантий, что мы станем друзьями. Как оказалось, последнюю часть фразы она просто пропустила мимо ушей и начала писать мне. Ее иногда и редко означало писать раз в семь мне за день и писала она исключительно о себе и о своих проблемах. Знаете, когда люди хотят как-то с кем-то подружиться, они пытаются узнать другого человека получше. Например, спрашивают у него о чем-то, интересуются их жизнью, ну, например. Это была как раз-таки совсем не та ситуация, человек мне писал только о себе, причем он даже не писал, а записывал голосовые по три минуты, где говорил, как у него все плохо в жизни. Лично у меня создалось ощущение, что ему нужна какая-то просто прикольная собачка на поводке, чтобы хвастаться друзьям, что вот у меня есть друг и он вот там что-то делает. И он вроде как там чуть-чуть популярен, вот для этого. Я, конечно, так не написала, но серьезно, это были мои первые мысли. И это, естественно, не называется, ребята, дружба, это называется пользоваться другими в своих целях. В любом случае, я уже тогда посчитала, что все это очень странно, мы ведь не друзья, а мне рассказывают о каких-то реально личных проблемах, с которыми я не могу никак помочь, потому что я не знаю человека, потому что я далеко и потому что мы не друзья, я даже не то чтобы хотела бы. К тому же, дружба и жалость, это как-то неправильно. Давайте будем честны, мы переживаем за близких нам людей. Но когда ты вообще не знаешь человека, а он тебе пишет, ну вот реально лишь бы поныть, потому что, ну ему больше некому, видимо, написать, я даже не знаю, это ставит в какой-то большой тупик. Я в любом случае поддержала ее как смогла, но с каждым днем все становилось все хуже и хуже. Она постоянно писала одно и то же, словно в жизни вообще у нее ничего хорошего не происходит. И закончилось все это так же быстро, как и началось, через неделю ей просто это надоело. Нет, она не перестала писать, она просто записала мне опять же кучу голосовых, где просто начала оскорблять меня, что я не такая, как на видео, что я всех обманываю, что я на самом деле очень плохой человек и я не хочу с ней дружить, а ведь у нее и так тяжелая жизнь и я могла бы. И в общем, помогать с ее проблемами я не хочу и да, вот все в таком духе. Я вновь ответила честно, что с ее стороны это как-то странно писать левому человеку и рассказывать про личные вещи тому, кто ничем просто не может помочь. У меня тоже жизнь и сахар, но я же вот не жалуюсь ей, да? К тому же, раз уж на то пошло, она даже не спрашивала, как у меня дела, а всю неделю писала лишь о себе. По итогу она еще больше на меня обиделась, обматерила меня вновь и я это все проигнорила и вот так это закончилось. Вопрос только один. Неужели реально есть люди, которые думают, что блогеры это личные психологи? У меня есть своя жизнь и тот факт, что я делаю видео для своего канала никак не означает, что я могу со всеми дружить и помогать с проблемами. У меня почти 50 тысяч человек на канале и если каждый мне напишет и просит о помощи, я не смогу всем ответить. Это же логично, это очевидно и странно, что люди этого не осознают. Для меня вся эта ситуация до сих пор странная, если честно, потому что подобного со мной не происходило ни до, ни после. Да и к тому же я даже не уверена, что все, что она мне тогда писала, было правдой. Сейчас у людей такое странное потребительское отношение к блогерам. Вот ты делаешь контент, значит я могу тебе написать и ты обязан будешь мне ответить и пообщаться со мной. А то, что блогер такой же человек с такими же чувствами, с таким же желанием или нежеланием с кем-то общаться, все как-то забыли. В общем, ребят, суть истории, конечно, вы можете подружиться с каким-то популярным человеком, это не значит, что вы не можете. Но, как минимум, вот эта стратегия очевидно точно неправильная. И оскорблять человека и потом отписываться от него, потому что его контент не такой же, как он сам. Это как-то странно, нужно уметь разделять арты от художника. Ну, в общем, надеюсь, вы поняли, в чем посыл. И если у вас были подобные ситуации, если вы, например, тоже, может, какой-то блогер, напишите про это. Я почитаю, хочу посмотреть, есть ли у кого-то похожие проблемы или нет. Ну, а всем остальным спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на ВК, на Инст, можете Твиттер посмотреть. Там иногда очень редко что-то бывает. Еще раз всем большое за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok